Виды изображений в картине На время существования живописи художниками написаны сотни тысяч картин. На одних мы видим предметы или людей такими же, как в реальной жизни. На других изображения не похожи на действительность, слишком плоско, условно или особенно ярко. Предметы или пейзаж могут составляться из отдельных кубиков, могут открываться, оторваться от плоскости и парить в пространстве. Иногда на картине вообще изображены только геометрические фигуры, линии или цветные пятна. Но это вовсе не значит, что ее автор не умел рисовать. Просто он ставил перед собой задачу реалистического изображения. Возьмем для примера три картины. Две из них это натюрморты. Вот посмотрите. Вот это натюрморт и вот это натюрморт. А третья, это вот эта картинка, это абстрактная композиция. Но отправной точкой для нее также послужил предмет. Кстати, натюрморт в переводе на наш язык означает «неживая натура». Первым рассмотрим натюрморт голландский. Вот этот Яндехем натюрморт голландский. Сам художник происходил из художественной династии. Его отец тоже был живописцем, мастером натюрморта. И по обычаю того времени передал все секреты мастера сыну. Яндехем стал одним из лучших художников в Голландии. Посмотрите, как он написал предметы в своей картине. Главный герой этой сцены – это опрокинутый серебряный кубок. Вот он, опрокинутый серебряный кубок. Он вносит в изображение действия, сюжет. Благодаря ему мы чувствуем присутствие человека. Стремимся угадать, что же произошло несколько минут назад и почему кубок опрокинут. Кубок поражает искусственной работой, сочетанием скульптуры и чеканки. Но не менее поразительным и виртуозная живопись. Кисть, которая выполняла этот кубок. Давайте посмотрим поближе. Дехем, художник, изображает на кривых поверхностях кубка отражение света. Смотрим, как будто окошечко. Сейчас посмотрим. Вот, как будто окошко здесь отражается. А рядом тень от тяжелых бархатного занавески. Тень. Вот она, от тяжелой бархатной. Бархатная занавеска, вот она. А внизу, на серебре, влажные бока. Устриц. Желтая кожура лимона. Полупрозрачные, словно лакированные черешни. Остальные предметы, хотя и просто сопровождают главного героя, написанный столь же мастерски. Мы не просто видим, а словно ощущаем, как смята шелковая лента, которая к часам привязана к ключик. Давайте посмотрим на шелковую ленту поближе. Вот она, шелковая лента. Ключик. Часы. Какой виноград. Слегка пыльный, будто бы не помытый. Просто положили его. Восковой налет на виноградах, который уже сказала художник, обращается не только к нашему зрению, но и к осязанию, вкусу. Все свое мастерство он сосредоточил на том, чтобы написать предметы такими, каковы они на самом деле. Это реалистическое изображение. Прошу записать, что есть реалистическое изображение. Соотечественники Дехема изображали каждую особую разновидность натюрморта. Обманку. Предметы на таких картинах написаны настолько реалистично, что зритель, обманываясь, принимает их за настоящее. Так, смотрим. Вот это фрагмент натюрморта Дехема. Также фрагменты поближе. И вот приступаем к примерам старинных натюрмортов, обманок. Вот именно они придуманы. То есть на самом деле их не ставили. Сам художник придумал, как их нарисовать и нарисовал их реалистично. Предметы для обманок выбирались не новенькие, а обжитые, чуть потертые, согретые теплом человеческих рук. Современный натюрморт, напоминающий обманку. То есть эти предметы нарисованы в отдельности и составляют картину. Самого натюрморта этого не стояло. Вот стремясь изображать реалистично, это одно изображение. Вот есть другие художники, которые изображают совсем по-другому. И это тоже искусство может быть. Вот, например, как Матис. Здесь почти те же предметы, что и у Дехема. База с фруктами, тарелка, стеклянная бутылка, фаянсовый кувшин, ковер. Но посмотрите, насколько не похожи эти произведения. Матис стремится изобразить предметы реалистично. Главное для него цвет. Яркость, интенсивность цвета он еще и преувеличивает. Недаром в молодости Матисса и его друзей называли фавистами, то есть в переводе как «дикие». Цвет на их полотнах казался неподготовленному зрителю, вызывающему ужасным, не обуждающим каким-то. Он не подчинялся форме, фактуре, предмету, не приглушался, не рассеивался, нету здесь движения воздуха. Картины превращались в композицию из ярких световых пятен. Вот и в этом натюрморте невозможно отличить поверхность яблока от фактуры ковра. Ну вот посмотрите, вот они яблоки. Яблоко. А вот фактура ковра. А здесь, то есть, вот красный цвет взят грубо. И им же написано. Предметы сами не отбрасывают теней, мы не чувствуем их объема. Вся картина решена как единая окрашенная плоскость. Каждый сантиметр ее активен, поражает ярким цветом, вызывает эмоции. Это декоративное изображение. Вот каждому человеку, даже далекому от искусства, известно хотя бы одно произведение абстрактной живописи. Например, как черный квадрат Малевича. В своем учении, в своей живописи, которую Малевич назвал, придуманным им самим словом – супрематизм. Записать. Художник полностью отказывается от любых вещей и предметов реалистических. Элементами нового супрематического языка были простейшие геометрические формы. Квадрат, круг, крест. Они окрашены простыми однородными цветами. Малевич считал, что на картине не следует изображать привычные предметы даже обобщенно, схематично. Живопись для него – это взаимное расположение по-разному окрашенных плоскостей и форм. Его композиция абстрактная, то есть они не имеют никаких форм, не похожих на яблочко. Их художественный смысл заключен не в сюжете, в предмете, а в самой композиции. Людям, высмеивающим абстрактную живопись, кажется, что они сами смогли бы раскрасить геометрические фигуры разными цветами и прослыть великими художниками. Но они не учитывают, что каждая изображенная фигура имеет свой вес, роль. Она взаимодействует с другими фигурами, и это очень важно. В любом произведении абстрактного искусства присутствуют композиционные принципы. Композиционные принципы – это то, как какой-то предмет нарисован на листе, как он выглядит, чувствуется ли движение в этом. Это есть определенный закон, о котором мы с вами будем изучать. Сочетания геометрических фигур не беспорядочны, не случайны. Они крепко связаны между собой. Ни одну форму нельзя даже слегка изменить или сдвинуть с места. Порядок нарушится, равновесие исчезнет. Картина погибнет и превратится на громождение фигур. На сегодня урок окончен. Домашнее задание – переписать название слайдов и кратко объяснить, что на картинке нарисовано. До скорых встреч! Продолжение следует...